В зависимости от света, связанного с линейным операцией. Я хотела бы рассказать о тех задачах, которые я уже обсуждала на конференциях, в том числе и в их присутствиях. И первая из вопросов была поставлена для меня в качестве задачи для кандидатской диссертации. Тема моего доклада – «Поведение ГУА в эквензерских решений» в зависимости от спектра, связанного с этим уравнением линейного реактора. Если кто-нибудь не видит университет, то показываю, как это выглядит. И, собственно, перехожу к сути вопросов. Итак, рассматривается дифференциальное уравнение, правая часть которого содержит потенциал, зависящий от всех производств. До порядка минус-аудественной линейности, степени ГУА в эквензерских решений, ее нужно сделать более общей. Но я буду рассказывать сейчас вот про то, что уравнение естественных предположений. Я буду считать, что порядок уравнений больше неравнений ГУА. Степень неравнений К – положительная или равная единица. И я сейчас буду останавливаться на случай, когда А выше единицы. Функция В предполагается положительной, непрерывная по всем переменам. И выучить по фазам переменам там, где и не нужно, я буду обращать на это внимание отдельно. Специальный частный случай – это когда потенциал является постоянным. И второе – специальный частный случай, про который я скажу несколько слов. И с этим уравнением связано тоже много результатов про асинктотику и решений. Вот это уравнение содержит слагаемые и складшим произвольные, вот эта квазелинейная часть, уравнение с лиринейностью такого же вида, как у них в первом уравнении. Но я думаю, что я только на самом деле не могу коснуться результатов, связанных с этим уравнением. Именно в связи с приложениями методов, о которых я расскажу, к исследованию этого уравнения и получению лиринейства для некоторых частных случаев. О чем это может себя интересно понимать. И вот, значит, первое всего, мы будем дальше. – Нет, мне чуть подробнее, можно? – А, хорошо. Уж это ко мне, по-моему, таких вопросов никогда нет. – О, получается. – Ладно. Значит, итак, мы будем изучать асинктотические и некачественные свойства решений. Этих уравнений. И в первой части своего доклада я буду интересоваться асинктотическим поведением так называемых блуа-решений, которые в некоторые точки со звездой уходят на вертикальный асинктот. То есть стремятся, я буду считать, плюс бесконечности. Асинктотический результат, когда минус бесконечности, естественно, тоже можно получить. Значит, план моего рассказа будет такой примерно. Сначала мы обсудим асинктотипы блуа-решений, то есть таких решений, которые стремятся к бесконечности, при их стремящемся со звездой слева. Затем мы поговорим об асинктотическом поведении кнезеровских решений, что практически одно и то же для уравнения четного порядка. Я напомню, что решение называется кнезеровским, если оно вот таким образом имеет значок чередования в производных. И, ну, начиная с некоторого момента, да, дальше мы поговорим об асинктотическом поведении колеблющихся решений первого уравнения. Но так, мне придется часть вот этого рассказа включить в первую, и я потом объясню, почему. Потому что как раз именно я буду обсуждать свойства колеблющихся решений сегодня только в связи с как раз асинктотическими свойствами решений уравнений с вертикальной асинктотой. Дальше я приведу некоторые приложения, и я думаю, что вот на этом придется остановиться, и расскажу об открытых задачах. Вот этот четвертый пункт я пока не оставлю без внимания. Значит, итак, я уже рассказывала здесь о постановке такой задачи. Значит, Кибуранзе поставил задачу об асинктотическом поведении всех БОАП решений при их стремящемся бесконечности. Ну, в частности, вот эта гипотеза о том, что все решения, которые имеет БОАП в точке их со звездой имеют степенной асинктотику, сформулированы в виде задачи вот в этой монографии. И с чем была связана вот эта гипотеза Кибуранзе? Что такое, вообще говоря, степенная асинктотика? Вот мы знаем, что если мы рассмотрим уравнение с постоянным потенциалом, то просто подстановкой можно убедиться, что вот такая функция при таких альф и С будет являться предположимым П0 решением этого уравнения. И дальше вопрос встает даже для уравнения с постоянным потенциалом, а остальные решения уравнения с вертикальной асинктотикой с точки их со звездой будут себя вести аналогичным образом, то есть мало отличаться от этого, или может быть другое асинктотическое поведение. Значит, этот вопрос оставался открытым даже для уравнения с постоянным потенциалом и для n равного 2 гипуранзе и 0 для 3 и 4 было доказано, что в случае, когда функция П зависит от всех переменных, не только для постоянного потенциала, все решения, которые имеет в точке их со звездой, имеют вот такое степенное асинктотическое поведение с теми же альфа и С, при их соревнованиях со звездой минус 0. Дальше было доказано, что для любого n решение с таким асинктотическим поведением существует. И более того, было доказано, что при n от 2 до 11 найдется n минус 1 параметрическое семейство таких решений при выполнении следующих условий на функцию П. Условия такие тоже довольно стандартные для применения метод сжимающих отображений, это скорость стремления функции П, П0, когда х стремится к х со звездой слева, а все фазовые переменные стремятся к бесконечности. А это условие типа Липшица тоже вполне естественное. Кстати, когда мы используем эти условия только для доказательства существования n минус 1 параметрического семейства решения при n от 2 до 11, и при доказательстве существования решения со степенной асинктотикой при любых n больше 2. Вот тогда речь шла об уравнении третьего и четвертого порядка. Эти ограничения на функцию П не нужны. Только Липшица есть по фазовым переменам или перерывность по совокупности. Никаких скоростей роста, никаких вот таких вот, значит, оценок. Сейчас, то есть там даже стабилизация не нужна? П стремится к П0, нет, обязательно. П стремится к П0, когда х стремится к х со звездой, уг, уг, штрих, такие штрихи, и tercerи штрихи, к скри, чтобы это порядок стремятся прекрасно бесконечности. Это нужно. Но вот эти условия, например, не нужны. Никаких специальных вот таких вот, от 2 типа этихонеральное тоже не нужно. Это будет доказано при боли общих подположениях. Вопрос, что же дальше? Вопрос, что же дальше? Тогда были доказаны вот эти результаты, как раз проверенные с вами пGood 3 2017 решения, Вообще, интрига была, конечно, вот в чем. Значит, я так пробегалась про эту N-параметричность семейства решений, получая порядок уравнения все выше, выше, выше. Мне казалось, что только вот мои начинительные способности там применять критерии Рауса в улице не дают мне возможности продвинуться кое-годно далеко. Но потом оказалось, что, значит, проблема-то совсем не в этом. Значит, когда мы уравнение первое, вот с потенциалом зависящим от всех переменных, вот такой вот замены переменных, вот здесь смотрите, х равен Е в степени Т и прикрываем С плюс В на Е в степени минус альфа Т. С и альфа такие же, как вот в этом решении степеном, да? Мы сводим уравнение к системе, вот такой, то эта система состоит из чего? Из линейной части, с матрицей, которая просто вычисляется для этого уравнения, элементы, которые вычисляются для данного уравнения, вот эта функция, которая имеет порядок роста у большой от нормы В в квадрате, а производная ее по В имеет порядок роста у большой от нормы В, вот эта слагаемая имеет экспоненциальное убывание по Т, ну а В тоже как у большой зависит от нормы В в квадрате, но если коэффициент постоянный, то этой функции вообще нет, вот получается такое двучленное уравнение, например. И вот это характеристическое уравнение для матрицы А, вот обратите на него внимание, оно имеет вот такую специфическую форму. И вот с этим-то уравнением и связана вся история об асимптотике решения этого уравнения как выясненности. Значит, что известно? Первое, ну вот мы видим по этой записи уравнение, что лямбда равна единице всегда играется в уходе. Если уравнение имеет черный порядок, то второй корень минус В. Это два действительных корня. Что же с остальными корнями? Значит, было доказано в связи с этой системой, что если это уравнение имеет М корней с отрицательной действительной частью, это означает для данной системы существование М решения, стремящихся к нулю при Т, стремящемся к бесконечности, а это означает для нашего исходного уравнения существование М-параметрического семейства решений, которые имеют Глуа в точке их со звездой, вот с такой степенной асимптотикой. И вот как раз при Н2 до 11 с применением криферия Раус и Глобица было доказано, что существует ровно М-1 корень с отрицательной действительной частью, один корень единицы, и все. И значит, это означает, что существует М-1 параметрического семейства решений, которые имеют такую вот степенную асимптотику. Что же дальше? Значит, во-первых, при Н больше четырех мы не знаем, найдутся ли решения с асимптотикой отличной от степенной, то, что есть Н-1 параметрического семейства таких решений, и что при каждом Н такое решение с такой асимптотикой существует, это еще ничего не значит, да? Мы не знаем, какие есть ли другие решения, и более того, как они себя ведут. Значит, теперь дальше следующее, следующее, вот здесь приведены ссылки на те источники, где можно найти подробные доказательства тех результатов, о которых я говорила, и теперь какое было продвижение. Значит, оказалось, что гипотеза Кегуранза, что все решения имеют степенную асимптотику, к которой стремятся к бесконечности, при их стремящемся к эксозвездой, неверна. И она была впервые опровергнута в работе шведского, теперь математика Владимира Козлова. И им было доказано следующее, что для сколь угодно больших Н, вот такое уже уравнение, даже с постоянным потенциалом, он рассматривал потенциал равный единице, уравнение имеет решение вида уже не степенного. Что здесь написано? Здесь написан такой коэффициент, который бывает из степенного решения, а здесь написана положительная периодическая функция от логарифма вот этого выражения. Теперь, что интересно, что вот почему такое основание под собой имело гипотеза Кегуранза? Вот вместе с Кегуранзе они доказали такой результат, что какой бы Н там больше или равное 2 не было, какой бы К больше единицы мы не взяли и какой бы Х со звездой и З мы не выбрали, для любого решения этого уравнения, которое стремится в бесконечности, когда Х стремится к Х со звездой минус 0, имеют место такие оценки. Вот оно заключено, да, существует, не так написала, значит, вот сюда нам написать еще, существуют такие положительные С1, С2, что для любого решения, которое стремится к бесконечности, когда их стремится к Х со звездой, верны такие оценки. Вот эти оценки как раз показывают, что все решения, имеющие блок в этой точке, заключены между двумя вот такими степенными решениями. Вроде казалось бы, куда деваться остальным, которые между ними. Вот то решение, которое нашел указал впервые, оно как раз вот тоже заключено в этих же пределах, поэтому так, если рисовать, оно совершенно неотличимо от решения с этой степенной асимптотикой, и понятно, что понять это было трудно. Ну, теперь вопрос, значит, он что доказал, что какой бы порядок уравнения мы не взяли, всегда найдется уравнение большего порядка, и такой К больше единицы, что вот это уравнение с этим порядком больше, имеет решение вот такого вида. Это не такая не асимптотическая формула, это просто вот форма записи решения. Причем, значит, вопрос какой был? Начиная с какого же момента такие решения появляются впервые? Значит, что удалось показать? Значит, оказалось, что впервые это решение появляется, когда n равно 12. В чем дело? Почему 12? Потому что оказывается, что вот то самое алгебраическое уравнение, которое мы связывали, которое является характеристическим уравнением матрицы меняемой части системы, при этом начинает иметь пару чисто внимых корней. Пару чисто внимых корней. То есть, до этого, что был один корень, остальные корни имели отрицательную действительную часть. И поэтому таких, значит, ситуаций не возникало. Поэтому тот результат до 11, вот то, что было выполнено, это абсолютно точный результат, потому что начиная с 12 уже возникает пара чисто внимых корней и вопрос в нем вычислениях, а вопрос в свойствах вот этого многочлена. Значит, итак, первый раз появились при n равном 12 вот эти пары чисто внимых корней. Кстати, вот нашел эту пару при n равном 12 мой тогдашний студент Сергей Ильюн. И потом мы с ним доказали, что когда уже n равно 12, первый раз появляется решение вот такого вида. Ну, доказательство было громоздким, ужасным, содержалось то страниц текста. Ну, потом мне удалось доказать этот результат более красиво, и уже теперь для n равного 13 и 14 было доказано, что такие решения тоже существуют. Дальше мой нынешний студент уже, Миша Васильев, для n равного 15 доказал этот же результат, и вот теперь вроде как это все на тот момент стало понятным в каком виде. Значит, до n равного 11 никаких таких решений не бывает. По крайней мере, доказать мы не можем, что они делали. Первое, что такая техника разместится, что 13... Сейчас я расскажу, в чем дело. Мы с ним первый раз, когда n равного 12 делали, мы чисто вычислительны, там в чем идея, вот опять я так сейчас я про теорему Хоффа скажу, потом расскажу, в чем идея, чтобы не перестать говорить особенно от людей Хоффа. Значит, теперь, что касается случаев, когда n больше 15. Вот оказалось, что мы тоже можем теперь вот как раз с вами студентом Михаилом Васильевым доказать факт появления вот такого вида решения. Факт появления такого вида решения. С чем все это связано? Значит, вот те методы, про которые я рассказывала до сих пор, сюда применяются тоже, и когда мы получаем вот эту самую систему и для него волнение, то дальше мы можем применять бифоркационную теорему Хоффа. Вот здесь, кстати, написаны ссылки на те работы, где получены вот эти результаты, о которых я говорила, а вот это вот Мишина статья про 15-й порядок, вот она была доложена первой разной у Моносови в этом году, то есть это совсем свежий результат. Вот, теперь, значит, что было доказано? Вот, когда n равно 12, 13, 14, 15, вот, значит, было доказано, что существует решение уравнения, которое само и все его производные заодно, выглядит вот так. Опять, это не асимптотика, это точная форма решения, а хоффационная это некоторая периодическая функция. Про ее период сейчас мы скажем, и то же самое относится к нейзеровским решениям, я не буду на них останавливаться, с вашего позволения, потому что это фактически одно и то же. Я расскажу и двигаю дальше про вот эти луа-решения. Значит, обратите внимание на такой факт. С ростом n, если мы приближенно считаем вот эту показатель степень нелинейности, он, чем больше n, даже вот в этих пределах, тем больше он и бывает. Значит, я вам дальше скажу, что если я увеличиваю n еще больше, то убывает еще больше. Я не стала здесь проводить этот результат, это не важно, но что интересно, значит, в доказательстве и Козлова, и нашей, нашим первоначально использовалась вот такая бифоркационная теорема Хоупфа, которая выглядит так. Вот, если мы расследуем вот эту систему, сравните с той, которая была у нас. Вот было написано АВ, да, плюс Ф, большой от В. Здесь тоже самое, линейный оператор, я прямо вот в оригинальной формулировке перевожу, плюс вот эта нелинейность, которая обладает теми же свойствами, что и у нас. И из этой бифоркационной теоремы Хоупфа следовало в частности, что если у нас есть уравнение, опять я на пальцах объясню, есть пара чисто мнимых комплексных формеев, а первый раз вы помните, она возникает в первых 12, и если еще выполнено вот это дополнительное условие, то тогда мы можем сказать, что эта система имеет периодическое решение, период которого стремится вот к этому выражению, и таким образом это означает, что наше уравнение, поскольку та замена делается в обратном порядке, имеет вот ровно решение того вида, которое не является степенным. Теперь это можно было проверять в том, в чем проблема, в чем больше 15. Там можно сейчас распространить этот результат и на 16 и дальше, значит, в доказательстве использовался первый факт понятия. Значит, про первый факт я хочу сказать следующее, что было доказано, что какой бы, вот Сережа первый раз при 12 нашел такое доказательство, а я потом доказала, что какой бы ни было n больше 11, всегда уравнение имеет пара комплекса сопряженных корней. То есть для любого n больше 11, значит, это факт верен, пара комплекса сопряженных корней есть. Дальше, все корни различные, все корни простые. И что вот тоже написано, это предложение, что все корни простые. Но вот эта вот вторая часть этой теоремы Хукфа означала следующую. Ее можно было доказать, если доказать такую неравенство. Хуквадрат значит лежит между 2 альфа плюс 4 и 3 альфа плюс 5. И вот этот вот факт, что эти оценки справедливы, можно было проверить, когда n равно 12, 13, 14 при всех альфа. Теперь, если брать альфа, там больше некоторого альфа 0, то можно распространить как-то все на случай альфа равного 15 и дальше 16, если это альфа 0 там еще увеличить и так далее. Но опять это все неинтересно, потому что это все какие-то такие конструктивные вещи, которые не являются общим фактор. Ну, естественно, а хуй это пара чистогневых корней плюс минус и хуй. Вот эти лямбда 1, 2, которые появляются, вот это пара чистогневых комплексных корней, которые имеют в мере участие вот этот самый хуй, который влияет на период, как вы видите, на период вот таким вот образом, потому что это и есть вот этот самый лямбда альфа, и то мафика, в котором такие пары корней существуют. И что же оказалось дальше? А дальше оказалось следующее, что эту бифолкационную теорему Хоффа в той формулировке мы использовать не можем. Она все себя отработала, изжила, мы можем вот так частным образом продолжать распространять вот этот результат, но дальше уже видно, что при всех альфа такая оценка неверна, начиная с некоторого альфа она становится верной. Это каждый раз надо проверять по-своему особо. И оказалось, что есть еще одна формулировка теоремы Хоффа. Вот видите, такая интересная статья есть. Она, кстати, здесь год не указан, вот она где-то в 2000-м в начале появилась. Значит, статья Таун Ту, это один математик вьетнамский, второй канадский, о некоторых новых революционных теоремах Хоффа. Вот когда статья написана плохо, к сожалению, там много печаток, много вещей, которые на первый взгляд просто формулировка написана, они неправильные. Но оказалось, что эту статью можно довести до состояния правильного доказательства, то есть исправить опечатки авторов. И вот мы пробивались с Мишей через эту статью довольно долго, и оказалось, что в итоге вместо вот этого второго условия о неравенстве нулю вот этой производной при том альфа, при котором существует пара чисто внимых корней, можно заменить другим. Я не привожу здесь потому, что чтобы это другое условие привести, нужно ввести много обозначений авторов, много всякого разного еще, параллельно нужно знать об этой системе, но смысл-то такой же, что вот если у нас эта пара чисто внимых комплексов сопряженных корней существует, причем они простые, и вот выполняется некое второе условие, которое для нашего уравнения мы проделили и выполняется, то мы можем доказать, что теперь для любого М, начиная с 12, существует такой К, что это уравнение имеет решение как улгина. Теперь, что же это за решение и как оно, насколько оно типично для нашего уравнения? Значит, оказывается, это решение совершенно замечательно и типично, если не предполагать положительности H, то оно описывает некое существующее для этого уравнение так называемое квазипериодическое решение. Ну, квазипериодичность здесь не понимается не в обычном смысле слова, а вот в таком, как есть. Вот я вам, кстати, покажу, пока я не перешла к квазипериодическим решениям. Вот здесь мнимая ось, действительная ось, и вы видите нули вот этого многочленного, один корень, как я сказала, это четный порядок 12 написан, да? Вот смотрите, один ноль, где дефутация цвета лямбда равна единице, второй лямбда равна минус n, поскольку порядок четный, да? Остальные корни, вот пара чисто мнимых корней, здесь найдена такой кап, при котором достаточно большой, при котором появляется эта пара чисто мнимых корней, остальные имеют отрицательную действительную часть. Если посмотреть на картинку при n равном 3, вот вы видите три корня, один единица, вторая, два с отрицательной действительной частью, при четвертом порядке вот мы видим опять пару этих корней с положительной и отрицательной действительной частью действительных, и два с отрицательной действительной частью, а вот здесь нарисована картинка при n равном 36, и здесь видно, что уже перелезли в положительную и действительную часть при некотором к, но здесь вообще все картинки при альфа равном мулю, то есть приказ достаточно большой построенный для наглядности, да, это то же самое. И вот здесь, понимаете, пара уже в данной положительной действительной части. И вот вопрос теперь какой, смотрите, значит, мы не ответили на вопрос, мы знаем, что начиная с 12, такие решения появляются, да, что будет вот от 5 до 12, мы не знаем, будут там такие решения или не будут. Вот эта теорема не дает нам возможности ответить на этот вопрос, потому что никаких там чисто нанимых корней нет у этого многочлена, в этом диапазоне, но, возможно, как-то по-другому это можно доказать. Это первое. И второе. Вот что интересно, смотрите, когда n равно, там, примерно 60, вот уже когда это 36 нарисовано, да, когда n равно 36, появляется вот эта пара комплексных корней. Остальные корни лежат существенно левее вот этой мнимой оси, и если мы будем увеличивать где-то n, там, 87, потом там 100 какие-то, 150, я считал, вот эти корни переползают в правую полуплоскость, то есть появляется вторая пара таких корней, третья пара и так далее. Понятно, что это наводит на мысль о том, что все-таки там появляются эти корни, и, значит, появляется решение с такой асимптотикой, и эта ситуация довольно стабильная. Но что интересно, оказалось, что в более слабой формулировке, в более слабой формулировке гипотеза кегураза все-таки верна. И вот это тоже мой недавний результат, значит, он, правда, уже опубликован, только когда доказательство вышло. Вот смотрите, если мы рассмотрим это уравнение, любого порядка при n больше единицы и k больше единицы, ну, здесь при n больше 4, конечно, потому что для 3-4 это отдельное здоровье. Предположим, что p непрерывно по совокупности переменных липшится по фазовым переменным и стремится к положительным пределам, ну, вот, когда x стремится к вертикальной асимптоте, фазовой переменной бесконечности. Тогда для любого целого n существует k больше единицы, такое, что для всех k от единицы до этого k большого любое решение нашего уравнения, стремящееся к бесконечности, в точке x-звездой, имеет степенное асимптотику. Что же это значит? Это вот результат верен для слабой нелинейных уравнений, значит. Чем больше n, тем меньше вот это k, для которого эти решения верны. То есть эти решения существуют. То есть в слабой формулировке, да, в слабой формулировке, значит, это результат, гипотеза кукуранца оказалась верной. Значит, мы знаем теперь, что вот когда n большой найдется k, до которого показается степень нелинейности, до которого все решения имеют степенной асимптотику, потом где-то там есть решение с нестепенной асимптотикой для всех уравнений любого порядка. Где-то есть решение для всех уравнений любого порядка со степенной асимптотикой и как будут выглядеть другие решения. Значит, есть гипотеза, что вот таких решений со степенной асимптотики на самом деле очень мало. Что большинство решений, соображений размерности, там я не буду сейчас об этом говорить, большинство решений, конечно, имеют нестепенной характер. Ну вот это всё. И последнее, это вот прокнезерские решения, мы на ней не будем останавливаться. Вот здесь приведены ссылки, где содержатся доказательства вот этого результата для слабо нелинейных уравнений, о том, что все они имеют степенной асимптотику, все решения имеют степенной асимптотику. И последнее, что я хочу сказать, что в доказательстве использовалась вот такая замена переменных, которая наше уравнение сводит, вот еще такая независимая переменная тоже меняется, которая наше уравнение сводит к системе на n-1 в компактной сфере, когда это кредитцем переменной вместо единицы здесь стоит P0. И что мы можем сказать, что когда мы берем ремейную часть этой системы, лениализуем ее в окрестностях единственной особой точки, то как раз вот это, как ни странно, эта матрица главной линейной части имеет характеристическое уравнение, которое вот совпадает с тем характеристическим уравнением, исходным уравнением, если разделить левую часть, ну если разделить на яму с 1, да, то есть как раз вот эти комплексные корни здесь все тоже возникают. Значит, это уравнение то же самое. И последнее, что я хотела сказать, что вот что касается колеблющихся решений, как видите, это поведение типично для решения этого уравнения, и было доказано, что какой бы ни был целый N и действительный K, существует непостоянная колеблющаяся периодическая функция H, здесь она не является знаком постоянной, что уравнение имеет решение такого же вида, с теми же Альфы, между прочим, да, и которая выглядит вот так. То есть поведение это типично, и поэтому естественно ожидать, что такие решения будут в этом уравнении дальше. Субтитры создавал DimaTorzok